Вот это вот фотографии я делал на днях, позавчера. Видите? Это абрикос, он молодой, его лет пять. Видите, он невысокий. Вот я делал обрезку. Какую? Это не просто обрезка, это обрезка для заготовки черенков. Укрупняем план. Учите, ребята, вы все знаете, я работаю на немногочисленных тречков. Вот отрезал раз, отрезал два, отрезал три. Но тут не видно еще четыре. Вот. Что получилось? Плоды получились. А как они не могут не выйти? Как вот это вот расшифровать-то, объясните мне? Сад есть, но раз он маточный, то он не продоносит. А у него все деревья также изувечены. И все с плодами. То есть перед нами гигантский обман. Вот я и пишу. Общий вопрос. Как вырусит сад без себя? Агроном, тебя уволили. Кто опозорил Тимиразинку? Я или он, а? Помните, выпускница? Я опозорил Тимиразинку. Вы фотографии присвоили. Извинения я не получил. Вы взяли, позвонили туда, сказали, срочно убирайте. Вас железо опозорит, потому что вы его не так. Вы опозорились, потому что железо фотографию присвоили с его сада. Мало того, что присвоили. Переделали Серафиму этот успех. И еще целую эту сочинили ему. Это и есть наука. Сочинили ему целую биографию под мою фотографию. Кто опозорил Тимиразинку? Ведь понимаете, что плохо, что все это как с гуся воды. Ну, показываю фотографию. Вот. Это мой рекордный за все годы саженец. Ему пять месяцев. Ох, я изгорелся над многими. Ну, как, по-доброму, по-доброму. Вот. Здесь три прививки получились удачные. Персик, абрикос, слива. Видите? Вот. Высота, ну, судите по забору, больше трех метров. Это за один год. За одно лето. Вот. Вот я подводил авторитетных людей. Многие стали себя авторитетными. Сколько ему лет? Самый опытный сказал называть фамилию. Но вообще-то трудно бы это не ошибиться. Это был Курдеву. Он дал три года. А самые эти... Нет, такие же опытные, но у них не получались на один сезон такие. Давали четыре-пять лет. Фамилию уже не называют. Ну, Курдеву все. Он на айфоне, он же был у меня в гостях. На айфоне он выглядел, ну, как сказать, самым вторым. Он сказал, три года. Вот. А теперь, чтобы я не выглядел таким уж этим, нагром, таким уже, как сказать, таким алиазом, вот он, я как он. Нет. На самом деле, им три года. Ещё не поняли? Вот оно, настоящее-то садоводство. Я сделал удачные прививки на трёхлетний подвой манджурского абрикоса. Трёхлетний подвой. За пять месяцев, ну, то есть фотографию делал где-то в августе, в сентябре. За пять месяцев, вот. Он перенял, ментор. Ну, не буду расшифровывать. Он перенял, нет, буду. Он перенял характеристики трёхлетнего абрикоса. И Кородюмов прав, и Железов прав. Пять месяцев растил трёхлетний абрикос. Вот. Вы поняли, что такое ментор? Вы поняли, что такое насыщение ментора, наслоение ментора? Это мы с этим самым, с Мичуриным. Два сапога. Извините, что я сейчас с Мичуриным сравниваю. Поняли теперь? Именно поэтому я и показываю фотографию, чтобы вы поняли, насколько это всё интересно. Хочу, скажу, три года. Подвой трёхлетний. Он столько качеств передал. Всё это было в цветочек почка. А на самом деле ему опять крестюсь. Почему? Тоже скажут. Ой, ты же придуриваться, мастер. Легенды себе сочиняешь. Я перекрестился. Записка зачарованного себе, что надо. Мы сейчас будем заканчивать. Значит, ещё 600 рублей. Сейчас поймёте. Валерий Константин, спасибо вам за книги. У меня их две. Всё написано простим языком. Чётно, понятно, по делу. Огромное количество доказательств кота. Супер. Спасибо, дорогой учитель. Сад мой подрастает. Чего всем людям желаю. Поверьте, у вас всё получится. Это не ко мне, поверьте. Это к вам, друзья. Что у вас всё получится. Вот так вот. Ну, а дальше чё? Это уже следующая, третья книга. Её пока у нас проблемы. Это её содержание. Попробуйте прочитать потом содержание. Вы ахнете. Вот. Она впитала себя всё лучшее из первых двух книг. Видите? Посмотрите внимательно. Сколько бесценной информации. Главное, как бы там уже было всё это, это, кислый, сколько-то страниц сейчас. 360 страниц. Столько тем. Значит, всё чётко. Никакой воды. Потому что редактор всё делал, так сказать, использовал мои статьи, мои эти главы. И всё это делал, чтобы вместить всё это. Видите? Вот. Это очень важно. Книга называется «Садоводство для изданной судьбы». А дальше грустно. Она готовится. Отправляю вас полутора центра. Сотрудитесь с ним. Вот его объявление. Собираю средства на печатную книгу. Вот это про счёт. Я уже без меня. Я не буду читать. Ради мы успешно издали две книги. Так. Книга для тех, кто вкладывает в эту печать, будет стоить 900 рублей. Вот. После издания стоимость будет больше. Ниже Рошапроб. Варианты со скидкой. Можете поддержать покупкой брошюр. Садоводство в 21 веке. Вот. После того, когда я к вам обратился, показал, сказал, что лучше подарка за Садонов не найти. Никто не заказал ни одной брошюры. Хотя, если четыре, то они по 50 рублей. Если четыре, не четырёх. И так далее. Пока всё. Это всё глаз ещё в пустыне. Работать не удаётся. Так вот, новая книга. Здесь все данные есть. Теперь так. Я... Вот это... А записки кончаются. Несколько десятков их осталось. Так. Вот эти записки. У неё она особая тем, что написано для простых людей. Для простых. У неё две Нобелевские премии. Вот. Её даже были расхватать студентов, учёные. Новец. Боюсь, что ни одной таки никто не купил. Вот. Поэтому про новую книгу. Это он ко мне. Я говорю. Он пишет записки. Я хотел увеличить цену. Их немного осталось. Пусть сейчас 600 рублей побудет. Это всё никто не берёт. Мало берут. Про новую книгу. Можно говорить, что сейчас 700, а после печати это кто вкладывается. А после печати будет полторы-две тысячи. Вот когда мы 10 тысяч книг издали, толстая, бротнейшая, издали вместе с Курдюмом, вот 10 тысяч экземпляров. Вы знаете, шла со свистом. На том, пусть прошло 10 лет, но время было другое. В то время, что что-то было надо. Сейчас мы идём к концу, но боюсь, к грустному концу. Нас нищета убьёт. Причём нищету мы делаем, делают мошенники. Вспомните, миллиарды выброшенных денег на фальшивые саживаются, на фальшивые советы. И вот, наконец, свежее письмо от Павла Троценко. Сбор идёт тяжело, я ожидал большего. Например, из тех, кто купил книгу «Северный сад», первый сбор, 320 человек. Первый сбор. Сейчас поддержали 50 из них. То есть, первая книга есть, а это уже 270, решили, что им уже не надо. Всего поддержало 100 человек. Собрано 120 тысяч. Из них 15 на доставку. Ну, фактически 100 тысяч. Продолжаем. Ну, сами знаете, какой будет это. Всё подорожало. Подорожало всё. И доставка, подорожала бумага. Всё, всё, всё. Вот, поэтому тираж будет ещё меньше. Переворота не будет в стране. Продолжаем. Ну что, давайте дальше. Всем пока. Спасибо. Продолжение следует...